Добрый день, уважаемые друзья! Я рад приветствовать всех, кто собрал сегодня в этом зале на нашу очередную встречу с гостями нашего университета, нашего города, нашей республики. Хочу сказать, что сегодня встреча несколько особенная, она проходит в рамках года культурного наследия народов России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Что же, собственно, происходит в рамках этого года в эти дни у нас в университете? 25 и 26 октября в музее имени Лобачевского Казанского федерального университета представлен спектакль в жанре устной традиции «Голос северного сияния» Магаданского государственного музыкального драматического театра. В основе спектакля рассказы, мифы, легенды народов Магаданской области, Камчатского края, Чукотки, и вот теперь то, что я говорю, обратите внимание, постановка о культуре и традициях народов Крайнего Севера создана в жанре сторителлинга. То есть во главе угла в спектакле стоит искусство рассказывания историй. Это такое необычное. Кто-то был из присутствующих в зале на спектакле, да? Если можно, поднимите руки. Вот нашим зрителям будет приятно понимать, что аудитория знакомая со спектаклем и заинтересованная в том, чтобы каким-то образом уточнить детали, какие-то основные вопросы для себя, на какие-то основные вопросы для себя найти ответы в ходе встречи с теми, кто его создавал. Ну, согласитесь, необычно, но это то, к чему вообще современная сцена в том числе и тяготеет, да? К переходу на вот такой жанр, формат сторителлинга. Ну, об этом, наверное, отдельно еще расскажут. А сейчас я с удовольствием представляю наших сегодня гостей. Собственно, встреча и творческая встреча, я бы ее так назвал, которая у нас сейчас проходит. Под ваши бурные аплодисменты я хочу вам представить. Не присутствующего на сцене, но присутствующего в зале, директора театра, Риму Рафаэльну Захарову. Теперь наши гости на сцене, на нашей вот, значит, в зоне основных спикеров. Это режиссер-постановщик, выпускник Театрального института имени Щукина. Обратите внимание. Главный режиссер у меня написан Казанского театра юного зрителя. Родион Тимурич Букаев. Чувствуете, какая связь большая, да? Вот как раз человек, объединяющий всю страну, да? От запада до востока, до крайнего востока. И, собственно, действующие лица исполнителей, представители трех народов, вот того спектакля, о котором мы сегодня будем говорить. Я буду делать акцент, поскольку мы говорим о рассказах, мифах, легендах народов. Я поэтому буду делать сознательно акцент, в том числе и на национальное происхождение наших собеседников. Русская Светлана Кузнецова. Эвен Семен Губичан. И коряк Анатолий Сорокин. Тоже вообще замечательное сочетание. Очень редкое. В нашем зале точно, по-моему, впервые. Такой воистину интернационал. Я думаю, что самое время нам начать разговор. И первое слово, логично, если будет представлен режиссер-постановщику, с традиционным, казалось бы, вопросом, откуда и как возникла эта идея, и почему эта идея была воплощена именно вот в таком формате, в формате стори-тейлинга. Спасибо за вопрос. Для меня эта идея родилась давно. Дело в том, что я где-то лет 10 назад впервые попал в Магаданскую область и оказался в театре. Познакомился с сотрудниками театра. Как вы попали в Магаданскую область, кстати? Туда ведь добровольно-то не все попадают? Очень много попадает добровольно. В 60-е годы, например, многие, закончив питерские или московские университеты, особенно геологи, медики, журналисты, ехали туда. Вот важная деталь. Спасибо. Вообще, чтобы строить город-сад и чтобы строить эту страну. Вот. И даже тешили себя иллюзиями, что все это случится. Значит, я попал благодаря такой системе, которая тогда только-только началась. Очень активно называется она театральной лабораторией. Это система, когда молодые режиссеры, тогда я был еще молодым режиссером, вот. И тогда я возглавил только-только свой первый театр, это в Липецкой области, в городе Елец. Я приехал в Магадан, чтобы поставить эскиз по одному произведению. Вот. Это произведение, оно было более развлекательного характера, но когда я оказался в Магаданской области, мне показалось, что что-то есть такого, что меня притягивает. И на сегодняшний день, конечно, Казань — это моя родина, но в Магаданской области я всегда еду туда с радостью, потому что это какая-то особенная энергия. И многим я советую оказаться там, советую, потому что такого вы точно нигде больше не увидите и не почувствуете. Мне, как режиссеру, который все-таки тяготеет к репертуарному театру, к репертуарной политике, мне важно было строить это дерево. Вот. И это дерево я построил под названием «Репертуар». Я какое-то время, наверное, до сих пор, может быть, выполняю такие функции главного режиссера театра, даже на расстоянии. Вот. Дело в том, что мне показалось, что в драматическом театре нужно поставить ряд спектаклей, которые бы попробовали вести диалог с городом и с областью, и с тем населением, которое там живет. И мною было поставлено за эти 10 лет 6 спектаклей, 4 из которых, собственно, отвечают этой репертуарной политике. «Голос северного сияния» — последний из них. До этого был спектакль «Семья Иванова» про солдата, это по рассказу Платонова, про солдата, который возвращается с фронта. Это очень спектакль, который прям очень попадает в сердца магаданцев, потому что многие мужчины там возвращаются с вахты. Это спектакль «Мой друг уехал в Магадан», про центральным событием которого, и там есть выдающаяся актерская работа Светланы Кузнецовой. Центральным событием этого спектакля является приезд Владимира Высоцкого в Магадан. А на самом деле это спектакль про людей, которые закончили университеты в европейской части России и уехали строить город-сад в 60-е годы. Некоторые из них еще живы, и они с тоской смотрят, что никакого города-сада не получилось построить. Это спектакль «На краю света» по рассказу, по очерку Николая Лескова про то, как православные священники крестили местное население. Этот спектакль получил Большого Золотого Витязя на последнем фестивале «Золотой Витязь» 2021 года. Там выдающаяся актерская работа Семена Губичана, который является непрофессиональным артистом, но обладает какой-то очень серьезной актерской органикой. И это его уже, по-моему, третий спектакль. И он уже фактически является полноценным членом коллектива, не имея актерского диплома. Этот спектакль «Голос северного сияния» родился после лаборатории на ВДНХ в Москве, которая была организована Театром Наций. Меня попросили, как знатока Дальнего Востока среди театральных режиссеров, сделать эскиз. Я попросил, чтобы привезли кого-то из коренных народов и даже назвал одну фамилию. Мне предложили, давайте кого-нибудь в Камчатке найдем. И в итоге Анатолий через какие-то свои линейные связи нашел через линейные связи Анатолия. Когда они сели, я им начал задавать вопросы, что вы можете рассказать еще, тем более, что про жизнь Семена я очень много знаю. Они начали рассказывать про мифы и легенды, то, что рассказывали им их родители, бабушки, дедушки. И в этот момент я почувствовал, что у меня мурашки идут по коже и шевелятся волосы на голове. Я понял, что именно такой жанр, как старителлинг, подойдет под этот спектакль. Светлана влилась в работу чуть позже. Ребята в Москве очень хорошо поработали. Мы где-то работали около двух недель, может быть, чуть меньше. И потом я позвонил директору Риме Рафаэльевне и сказал, что есть неплохой спектакль, но надо будет возить в Магадан из Петропавловска одного артиста. Рима Рафаэльевна пошла на это, и Анатолий приезжает и играет из Петропавловска, приезжает, там не так далеко, на самом деле, и приезжает, играет этот спектакль. Этот спектакль уже был во Владивостоке, уже был в Москве позавчера на Большом детском фестивале. И, чтобы вы понимали, я, как режиссер Казанского театра юного зрителя, пытаюсь здесь строить такое же дерево. И репертуар мой, он ориентирован на бесконечный поиск формы и тем, которые были бы интересны именно нам, казанцам и татарстанцам. Мы со Светланой Анатольевной знакомы уже несколько лет. Светлана Анатольевна предложила создать коллаборационный проект Музея Казанского федерального университета и Казанского театра юного зрителя. На сегодняшний день в России нет ни одного прецедента, чтобы профессиональный драматический государственный театр имел коллаборацию с федеральным университетом. Нигде. Мы получили грант фонда Потанина, отправив туда заявку, и у нас будет создаваться спектакль, и даже не один, а два, в формате пока не знаю каком. Приедет художник, приедет драматург, и это все запланировано на 23-й год. Это чтобы вы понимали. И, конечно, Светлана Анатольевна, услышав, что вот такой спектакль приезжает в Москву, почему бы не пригласить их в Казань? Я был очень рад этому, потому что это моя родина, и я очень благоговею перед ребятами, потому что все-таки мы, татары, сильнее, чем они, слабее, чем русские, но сильнее, чем они. Представителей народа Семена осталось 20 тысяч. По прогнозам, к концу 20-го века, 21-го века эта культура может уйти. Семен — носитель своего языка. Анатолий не совсем коряк, он алюторец. Они еще подробнее расскажут. Их осталось около трех тысяч. Через 10-20 лет их культура может совсем уйти. Анатолий тоже носитель своего языка. Это уникальная история. И на наших глазах происходит, собственно, когда одна культура постепенно подавляет другую. Конечно, по статистике в мире много языков умирает в день и так далее. Но когда ты это видишь вот здесь, вот так вот, воочию, это очень впечатляет. И об этом нельзя не говорить. Вот извините, что я так долго, может быть, подробно рассказал, но надо было показать вам весь спектр, показать вам все это дерево, а не просто рассказать об одной веточке. Спасибо. Спасибо, действительно, за полный развернутый экскурс в историю создания этого спектакля. Я только хотел бы уточнить, вы несколько раз ссылались, а я не представил. У нас в зале Светлана Анатольевна Фролова, это директор музея истории Казанского федерального университета и вообще руководитель всего музейного комплекса Казанского федерального университета. Он огромный, гигантский, ваши аплодисменты. Ну, прежде чем мы вот обратимся к истории как раз наших собеседников, у меня небольшой вопрос к директору театра, к Риме Рафаэльне, есть вот микрофон у нас такой, радиомикрофон. Вы вот вообще директору любому, не только театру, а любому директору спокойнее жить, когда все ровно и традиционно. Здесь приходят и говорят, давайте-ка поэкспериментируем с форматами, вот людей возить надо из города в город. Серьезное напряжение, в общем, серьезная перестройка. Тут столичные театры, попробуй перестроить, вот так просто. У нас такое представление, что в провинции еще более консервативные. Как вы вот воспринимаете все те инновации, которые предлагаются, которые на вашей площадке реализуются? И какие надежды возлагаете на то, что вот это дальше будет развиваться? Большое спасибо за вопрос. Вы знаете, все новые какие-то формы я принимаю всегда, вот прям принимаю. И, конечно, да, приходится думать, как человеку ответственную за финансы, да, мы бюджетное учреждение. Но приходится находить какие-то решения. Я всегда очень, ну, в общем, с открытой душой, с открытым сердцем принимаю все новое, а тем более от Родиона Тимурча, с которым мы уже, вот как он сказал, 10 лет знакомы. Тогда я еще 10 лет назад не была директором, я была заведующей труппой, а уже в статусе директора мы с ним можем больше сделать. Вот, и я всегда доверяю ему беспрекословно на все его предложения, потому что это, конечно, очень талантливый режиссер, большой друг нашего театра, и плохого он нам не предложит, скажу так. Вот поэтому принимаю всегда с большой радостью и, еще раз повторюсь, полностью доверяю. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте продолжим. Ну, пользуясь случаем, пока у меня еще микрофон, я хочу поприветствовать всех вас, дорогие друзья, и сказать, что вот наш театр насчитывает уже историю почти 90-летнюю, и география нашего, гастрольная география нашего театра широка, но в Казани мы впервые, и нам, естественно, у вас очень нравится, и за это отдельное спасибо Светлане Анатольевне Проловой, которая нам предложила сюда приехать. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, вы, а вы сами тоже впервые в Казани? Нет, я второй раз. А, понятно. Тогда будем спрашивать у тех, кто впервые. Есть самый такой примитивный вопрос, который всегда задают, как вам наш город, да? Вот. Ну, всегда из интеллигентности говорят, ничего, нормально, да? Вот. Ну, вот кто впервые, мы точно все-таки злоупотребим, и мы попробуем уточнить, как наш город, как наш университет вам. Ну, что, не безинтересно. Видите, такое было серьезное замечание. Не получилось где-то создать город-сад. А что тут вот получилось с точки зрения вашей такой творческой жилки, что называется, да, как бы вы это оценили. Но об этом чуть позже. Для начала давайте все-таки ближе познакомимся друг с другом. Да простят меня мужчин, мы все-таки, Светлана, давайте с вас начнем. Тем более, что мы говорим о мифах и легендах народов Севера. Тут вроде вот русское, да? Вот как вы пришли в этот проект, в чем ваша, мы говорим, творческая изюминка в этом проекте, да? Как вы себе видите значимость этого проекта? Ну, и немного себе вообще. Расскажите о себе, да. Дело в том, что, если уже говорить откровенно, мне, наверное, просто повезло. Мне действительно повезло столкнуться с этой темой, участвовать в ней. И так получается, что равнодушной остаться к этой теме оказывается невозможно. И в первую очередь за счет того, что я в каждом интервью по спектаклям Родиана Тимурча забываю сказать спасибо режиссеру. Вот это мне стыдно за это. Действительно, да, спасибо режиссеру. Нет, причем это здесь без лукавства, действительно, за счет того, что это в первую очередь, и Казанскому Тюзу очень повезло, что человек неравнодушный. Да, казалось бы, где республика Татарстан и, да, народность, и где Эвены, где Коряки, и какое вообще дело до этого, потому что малочисленных народов Крайнего Севера достаточно, да, по численности. Кто-то уходит, кто-то приходит, но здесь, участвуя в этом проекте, я рассказываю это на спектакле, и на спектакле я именно делюсь какими-то своими, насколько мне возможно, ощущениями, впечатлениями, новыми находками, потому что это постоянно модернизируется, ты больше узнаешь. Причем сейчас подключились ведь при создании этого спектакля не только вот режиссер, да, артисты, уже люди, которые к нам приходят, они потихоньку начинают присылать дополнительный материал, например, вот про геологов, да, тема народов коренных, которые, да, в природе, и геологи, которые разрушают, да, опять-таки, но они являются волей-неволей такими разрушителями этих природных, скажем, как происходит это взаимодействие. И еще мне повезло в том, что буквально за год до этого проекта мы в библиотеке, я взяла для своего сына случайно сказки и легенды народов Севера, оказалось, что по языку это сложновато, но ребенку безумно понравилось, и мы читали их каждый вечер, и тем самым, когда возник проект, первое, на ком я репетировала, потому что я рассказываю, извините микрофон, я рассказываю, да, кто был, вот вы знаете, легенду, их на самом деле несколько, и я посадила ребенка, начинаю ему рассказывать, он говорит, мама, не надо, я это уже знаю, я говорю, откуда ты знаешь, потому что мы не так давно в нагадании, он говорит, нам это рассказывают в садике, в школах у нас, то есть все-таки на Дальнем Востоке за счет того, что к этой теме обращено внимание, да, получают вот эту информацию, что безумно порадовало. Но с другой стороны, это, сейчас я буду заканчивать, я много могу говорить, с другой стороны, действительно, это заставило обратить внимание на себя, в первую очередь, мы же все, да, живые люди, и как бы ни говорили, мы заботимся о себе. И когда возникла эта тема, я действительно задала себе вопрос, как я отношусь к своей культуре, насколько глубоко я знаю ее, как это, да, на 134 миллиона, вот так пафосно начинаю я спектакль, а являясь частью этих 134 миллионов, к сожалению, на сегодняшний день я не могу за себя ответственно сказать, да, я носитель этой культуры, я не знаю, это мне стыдно, честно, но это мне сегодня дает возможность углубиться в эту тему, больше ее узнать, раскрыть этот мир, да, с других спектров, и обращение, вот я говорю так, тоже опять грубо, ну какая разница, один народ исчез, другой, мы далеко, например, да, вот здесь, по Волжье, что, где этот крайний север нашей страны, но, наверное, в жизни у каждого из нас есть, как у художника, спектр красок, и вот уходит какая-то культура, это же уходит из нашей жизни определенный, да, другой, другая краска, другие ценности, на которых, опять же, мы учимся, это для нас является какой-то цельностью, как для формирования личности, еще чего-то, поэтому я благодарна за участие в этом проекте, и благодарна за то, что сегодня несут вот эти два человека, отвечая за свою народность, опять-таки, я говорю об этом спектакле, вот как режиссер говорит, которые оказались сегодня таким примером, да, цельности, собранности своей культуры, спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые друзья, я хочу напомнить, что микрофон в зале, если у вас по ходу даже выступлений, да, возникают вопросы, вы просто давайте знать, соответственно, микрофон вам будет, к вам перейдет. Ну, и вот то самое традиционное, вы в Казани-то впервые? Да, я в Казани впервые. Ну и что? Как, я говорю, как с тобой родилась я в Башкирии, республика Башкортостан. О, в соседей, бурный аплодисменты соседям нашим. Я давно мечтала побывать, и, конечно, это безумно впечатляет, архитектура города с национальным колоритом, очень ярким, это невероятно красиво, чистота, природа же близкая, я вот уже делилась этим, но больше мы еще не успели посмотреть город настолько хорошо, но очень впечатлил музей, музей Лобачевского, то, как это организовано, как это сделано, и видно, что действительно в городе занимаются и традициями, и, да, каким-то культурным наследием, и наукой, и, если честно, это, вот, прям впечатлены, и огромная благодарность за возможность побывать здесь, и у вас красивейший город, это здорово. Спасибо. Только еще чуть-чуть злоупотреблю микрофоном, тот же вопрос, а как из Башкирии, Башкорстана, Магадан, путь у вас пролег? Через другой конец страны, я обучалась в Петербурге, как мы все, романтика, ехать в Петербург, там, обрела профессию, жила, и вот так возникло, что мы приехали с режиссером по приглашению работать в Магаданский театр с семьей, и вот, понимаете, Магадан — это такое место, Родион Тимурович уже сказал, да, что он впечатляет, и вообще Дальний Восток, и природа, и какая-то, можно сказать, такая семантика города, либо она принимает, и ты окунаешься туда полностью, да, либо она может так сказать, нет, это не твое, но вот так получилось, что это место, оно покорило, оно стало, я уже теперь говорю, у нас, у нас, в Магадане, стало родным, дорогим, мы уже говорили, что действительно, кто не был, если возникнет возможность, обязательно побывайте, потому что красота природы, она поражает, и поражают люди, живущие там, потому что это удивительно, отличающиеся люди, цельные, и невероятно, ну, дружелюбные не то слово, да, а вот... — Гостеприимные порядка. — Гостеприимные порядка. — Гостеприимные порядка, цельные, вот для меня вот такое слово, цельные, которые... Ну, вот магаданцев отличает от других, вот если вы приедете в Магадан, вы поймете, о чем я говорю. Вот так, и до сих пор вот шесть лет мы уже там, и... Ну, это здорово, я считаю, что моя жизнь как-то удалась, это здорово. — Спасибо. Итак, давайте продолжим. Так, Семен, ну, понятно, да, о себе, но мы уже услышали одну фразу, что вы не профессиональный актер. Ну, то есть как ваш путь еще и на сцену пролег, да, и вообще тогда чуть-чуть подробнее себе? — Я родился в оленеводческой бригаде 31 января, когда были крепкие морозы, 60-градусные. И свою маму, свою маму я не видел. Она умерла, когда мне было два года. И мы всю жизнь, как бы, я жил в интернате, садик ходил с интерната, и во время летних каникул я выезжал в оленеводческую бригаду к своему отцу. Учась в школе, я стал замечать то, что, когда приезжал на каникулы в летний период, допустим, в мае, может быть, даже в апреле нас отпускали, и мне говорили взрослые, что я нючий стал. Нючий. Нючий — это русский. То есть получается, где-то язык... Еще тогда я вот начал задумываться о том, что язык во время нахождения в школе, мой родной язык исчезает. Ну, над этим я сильно не думал. Это сейчас, в данный момент я уже анализирую это. Ну, в конце каникул мы также уезжали где-то в сентябре, может, в октябре. Мы в совершенстве разговаривали на родном венском языке со своими старшими сородичами. Закончив школу, я поступил в Магаданский педагогический университет, отучился на математике, где, соответственно, говорил не только на русском, но и на математическом языке. И у меня не было такой практики общения на родном языке, то есть языковая среда, естественная языковая среда, она напрочь отсутствовала. Отучившись в университете, я пошел работать в школу, попал в село на севере Магаданской области, где проживали и якуты, и ивены. И как-то утром проснувшись, я хотел сказать на родном языке, очень сильно тосковал по дому, здесь работа же у меня. И я хотел произнести какую-то фразу на ивенском языке, на родном. И тут получилось так, что я чувствую, что мой язык плохо поворачивается. То есть речевой аппарат настолько, если можно сказать так, атрофировался, что я свою родную речь не могу произнести правильно. То есть говорил с русским акцентом. И тогда мне оценило, что неужели я как бы забываю, я же как бы, как я уже вам говорил, что каждую осень я уже разговаривал на родном языке. Кстати, немножко и на английском разговаривал, не учая его. То есть это вот просто практика. Приезжал, допустим, в другие страны и просто приставал к прохожим и говорил на английском языке. А в каких странах вы приставали к прохожим? Ну, я в Финляндии был как-то на конгрессе оленеводов мира. Так получилось, что я туда попал, когда был, будучи студентом. И приходилось разговаривать. Мне даже с Камчатки товарищи, один раз помню, подошел. И ему понравилась очень девушка. И говорит, иди, переведи. Я же говорю, я же не знаю. Ну ты же болтаешь со всеми. И мы друг с другом, получается, общий язык нашли. Ну ради девушки. Да, ради девушки. Она мне что-то говорит, я перевожу сам по себе и по-своему говорю ему. И так далее. Вот так вот. И я тут обратился к директору школы, директору школы, после того, как я думаю, нужно же возражать язык. А языковой среды, как я уже говорил, не было. И те местные жители, те, которые вот находились, проживали в этом селе, они тоже как бы только пожилые люди говорили на родных языках. А дети уже как бы все не говорили. 90-е годы прошли. Экономика страны у нас, получается, в упадке была. И все просто жили. Жили на родные языки, на свою культуру, не обращали внимания. И обратившись к директору, давайте я буду проводить факультативные занятия на родном языке. Спасибо ей то, что она пошла на встречу. Но когда я начал говорить, вспоминать свою родную речь, уча детей венскому языку, то пришли потом бабушки с дедушками, пожилые, особенно бабушки, и говорят, ты, говорит, неправильно говоришь. Я тогда не понял, почему, вроде по-эвенски говорю. А это оказалось, что диалекты у нас разные. И говорит, мы не будем пускать тебя. Ну ладно, кто-то там, допустим, русские дети, может быть, и других национальницах дети приходят ко мне на уроки и говорят, дарова. То есть я их научил. Можете сказать дарова вместе со мной? Дарова. Давайте еще раз. Дарова. Онтыкан. Онтыкан. Аич. Давайте еще раз. Дарова. Онтыкан. Аич. Онтыкан — это как дела. Аич — это хорошо. Давайте диалог с вами. Дарова. Дарова. Онтыкан. Аич. Онтыкан. Аич. То есть таким образом я создал со своими детьми, которые ходили ко мне на факультативные занятия, языковую среду. Я ее позднее называл искусственно созданную языковую среду. Для того, чтобы, во-первых, и мне учиться разговаривать на своем родном языке и вспоминать. Потому что речевой аппарат у меня, соответственно, был очень, ну как бы, немножко по-другому устроен уже. И так же давать детям те знания, какими обладаю я. По прошествии где-то десятилетий, ну, 10 лет прошло, или даже больше лет, подходят ко мне бабушки и говорят, а зря, говорит, мы к тебе не подходили. Зря. Потому что они видят, потому что я вот начал с каждым годом все занимаясь родным языком. Кстати, его очень сложно выучить на самом деле. А знаете почему? А потому что язык коренных народов севера, в частности, венский язык, он тесно связан с природой. С природой. И если есть, допустим, олени, вот у нас, допустим, снег, слово снег, он как бы, можно, вот, есть несколько интерпретаций, аж, не знаю, сколько, 72, может быть, 60, я не помню дословно, но очень много значений. Потому что снег, может быть, снаста, может быть, как бы, немножко подтаешь, и вот такие его значения. Видите, представьте, какой богатый язык. И язык, допустим, на олени, вот, олени разные по масти бывают, прошлогодний теленок и так далее, важенка, потом корба, и разные виды масти оленей. И те вот, как природные условия, также то же самое. А по бытовому, то есть, соответственно, я вот могу разговаривать свободно, применяя, допустим, те же самые русские слова, вот как мы скажем, «дарова». Услышали, допустим, что геологи те же самые, здоровые русские люди, «дарова», «здарова». И вот как бы вот так и получилось «дарова», то есть ассимилировался язык. Работая над родным языком, я часто очень как бы и выступал в конференциях, и также продолжал, даже до такого, когда я переехал в одно село, и я вот собрал все ребят, готовимся к празднику. выходят на концерте, поют песню, допустим, танцуют в национальных одеждах, которые мы сами шили из материи, да, потому что не было традиционных шкур в тех селах, чтобы шить настоящую одежду. И тут ко мне приходит один, то один человек, то второй человек, и говорит, я больше не буду ходить, а для меня это шок, ну это мой опыт. А почему? А потому что надо мной смеются. Вот, допустим, большие народы, они как, вот, допустим, коряки, эвены, чукчи и другие вот народы северные, якуты, и я вот как представитель венского народа могу отличить, что это, допустим, чукчи, это коряк, это вен, а большие народы, они всех поголовно как бы называли чукчами, вот, чукчами и так далее. Им обидно было, и даже свои же вены, дети 90-х потом пошли, вот, дети детей 90-х, и получается, национальное самосознание в то время вообще было потеряно, потеряно, и, соответственно, было дико, то есть смеется кто-то над тем, что человек узкоглазый, допустим, и вот как бы и начинает вот так это смеяться, а детям это не нравится. И приходилось это просто одевать костюм, где-то доказывать костюм, вот, хорошо тетки помогали из Северо-Венского района, откуда я родом, где сохранилось оленепоголовье, и тут мне костюм присылают, и я просто выхожу, чтобы своим примером, просто примером своим показываю то, что нужно сохранять и нужно изучать родной язык. Видел, вот, допустим, сейчас выступаю перед вами на концерте, пою песню, и кто-то из вас начинает смеяться, только подхихикывать, особенно двоечники там, или кто-нибудь еще, и вот все равно продолжаю петь, 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 или там, допустим, танцевать, одевая костюм, даже мог и Тарбаза, и Малахай одеть, и по улице в городе спокойно ходить, и вот так, чтобы смотрели, что... Ну, сейчас, в данный момент, вот эта ситуация, она как бы переменилась, я уже чувствую, что все хорошо, потому что национальное самосознание очень на таком уровне, что все начинают танцевать. Ну, не тут-то было, я всегда говорю там культурным работникам, и всегда вставляю какую-то ремарку, говорю, если есть, допустим, какой-то хореограф, он может поставить танцы испанские, исландские и так далее, неаполитанские и те же самые танцы народов севера, потому что это мы учили. А где вы видите ребят, которые поют на родном языке? На Ивенском, Коряском, Чукотском, которые те люди, которые проживают, те народы, которые проживают на территории Магаданской области. И вот тогда задумаются, почему бы, ну, как бы, конечно, я костюмы, во-первых, здесь может быть подмен какой-то культурного наследия. Вот, допустим, Ивены и Коряки живут в Магаданской области. И все время тоже свое слово вставляю. Может, кому-то это нравится, не нравится, но и Анатолий даже может подтвердить, что если я, вот мы ансамбль какой-то создали, вот я создал ансамбль, допустим, и тот ребенок, допустим, Ивен в корякском костюме поет Ивенскую песню. Или наоборот, допустим, в коряк, в Венском, как бы, то есть здесь получается подмена культурного наследия. А те дети, которые уходят, и те же самые праздники, которые проходят, они же видят, что, как бы, вот так, наверное, думаю, так и должно быть. Праздники для этого существуют, чтобы культура распространялась. И потом, когда они станут пожилыми, и они скажут, вот так у нас и было, правда, что вот костюмы, то есть вот это вот, надо этим сарай сработать. А хотя до этого, лет 15 назад, мы думали, вообще у нас другая была ситуация, потому что мы работали над национальным самосознанием, чтобы ребенок сам знал свой родной язык. И в какой-то момент я ролики выпускал на Ивенском языке, учил там, допустим, индуса, немца и так далее, представителей, особенно иностранцев, ловил, как-то у меня получалось, и заставлял их говорить, вот как сейчас с вами, допустим, те или иные фразы. И это YouTube, там, и другие вот социальные сети, вот все вот распространял. И тут меня как-то, наверное, увидели, подошли и сказали, не хочешь выступить в спектакле? Он говорит, конечно, как бы только с работой нужно уладить. И так вот попал я в спектакль «На крыль света», который Родион Тимурович про него говорил, сыграл роль, и тут я, как непрофессиональный артист, просто как бы даже и не думал, что в театре буду играть. И меня учили, весь коллектив учил, как вести себя на сцене, я смотрел. И особенно, когда спектакль начинается, я всегда думаю, волнуюсь, волнуюсь, может, слова забуду. А так посмотрю, а другие тоже, оказывается, волнуются. И тогда мне спокойно так вот сижу и, допустим, играю те или иные роли. Потом попал на другой спектакль, где Светлана, мой друг уехал в Магадан. Мой друг уехал в Магадан тоже. Я играю свою роль, говоря на ивенском языке. То есть театр для меня, театр для меня, это как средство достижения моих целей, то есть средство пропаганды и сохранения культурного наследия языка для наших потомков. Потому что, как Родион Тимурович вам сказал, через 30, через 40, через 50 лет мой народ исчезнет, потому что исчезнет язык. Если языка нет, то кто ты будешь? Ивен, коряк, чук, часто надо же говорить про это, правильно? Когда ты просто говоришь на русском языке. Хотя по национальности ивен. Но зато, когда я буду пожилым, я уже с удовольствием для себя скажу, что я что-то все равно пытался сделать. И все равно, как бы, это очень хорошо, что в театр попал. Супруга моя говорит, скоро Родион Тимурович станет, ну, она так, Родион. Скоро Родион станет ивеном. Совсем станет. Так. Я ему пишу, он говорит, я на веру это листов. Вот так. Ну, это очень, как бы, приятно на самом деле. И это здорово, что, и очень спасибо, что он пригласил. Я не знал, что Светлана Анатольевна пригласила, но, как бы, я думал, что Родион это организовал все, вот как, ну, он, кстати, тоже организовал, чтобы пригласил себе на свою родину. Потому что он уже вдоль и поперек нашу Магаданскую область родных тоже является, как бы, вместе со мной или через него. Я вот, как бы, думаю, достигая своих целей, сохраняя свой родной язык. Спасибо. 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 Очень развернутый, большой, подробный рассказ. Хотя, мне кажется, одно и другое не исключает. То есть, очевидно, что пригласил режиссер на свою родину, ну, дальше воспользовавшись семьями связями, очевидно, нормально, это хорошо. Так что, оба пригласили. Вот. Ну, заметьте, какой интересный путь жизненный, да, то есть, как-то даже прозвучало, стало страшно, да, север Магаданского, Магаданской области. То есть, там еще и север есть, еще Магаданской области, еще север. Вот. И через вот такие, что называется, совершенно далекие от нашего понимания края и места через интернет, через узнаваемость в интернете, через те ролики, которые вы упоминали, да, прийти на сцену. Интересный путь, да, мне кажется. И режиссеру здесь опять аплодисменты, заметил же где-то, да, эти ролики. И вам за то, что вы все средства используете для того, чтобы продвигать и популяризировать язык, и свой народ, и культуру народа. Ну, Анатолий, вам слово. Еще раз здравствуйте все. Я родился в селе Теличики на севере Камчатки. Детство тоже. Детство я провел у себя дома, ну, я имею в виду в Теличиках. И я помню все время, вот мы ходили в гости к нашим родственникам, и я все время слышал вокруг себя родную речь. Ну, как-то, знаете, вот когда ребенком бываешь, что не обращаешь на это внимания, ну, есть, есть, как обычная жизнь такая. В школе, вот все время, помню тоже, ну, или в начальных классах, когда мы спать ложились, я все время папа просил сказки рассказывать. Но иногда я такой, и сейчас уже понимаю, что ему иногда, может быть, и надоедало сказки рассказывать, он применял такой хитрый прием. У нас на стене висел такой ковер с животными разными изображениями, на них были изображены. И вот он меня все время иногда спрашивал, а как вот этого оленя зовут на нашем языке? Ну, я сразу говорю, Курана, например, или там Милют, Заяц, или еще кто-то. Я как-то незаметно засыпал. Ну, вот. Затем в школе получилось так, что вот мы ходили в гости к нашим друзьям, и мне все время уже с детства говорили, вот, эта твоя девочка будет потом твоей женой. Ну, а у нас именно еще и спокон веков, уже когда дети рождались, родители договаривались между собой, кто кому будет дальше, кто на ком женится, кто кого возьмет в жены. Вот. То есть, тут вот различий нет, да, что южные страны, да, где договариваются с детства, что крайний север. Ну, да, но мы-то оседло живем, то есть, в одном селении мы не кочуем где-нибудь, да, поэтому селы-то очень маленькие, поэтому здесь, скорее всего, и нужно знать своих дальних, дальше родственников, чтобы не допустить вот таких близкородственных браков, к примеру. Вот. Ну, а так получилось, что в школе мы даже в одном классе с ней учились, вот, но она в пятом классе осталась на второй год. Вот. Что дальше? Пути наши разошлись, я даже не знаю. А вы жалеете, что пути-то ваши разошлись? Вы знаете, как-то, тогда я как-то не придавала тому значения, ну, получилось, так получилось, и не знаю, жалею или нет. Ну, Ну, затем, и вот знаете, когда я учился уже в школе, к примеру, я уже как-то и даже подзабыл и свой родной язык, но где-то он внутри оставался в глубине, потому что я вот помню. И вот эта способность к языку, к звукам, она вот как-то сохранилась, поэтому, может быть, и предрасположенность у меня к языкам пошла потом, потому что по окончании школы я остался перед выбором либо художником быть, или переводчиком, ну, связанным с языками. Ну, мама мудрой рукой сказала, иди в перевод, переводчиком стань, потому что художникам трудно найти свой путь. Вот. Ну, так вот получилось, что в университете я стал на факультет иностранных языков поступил и стал изучать английский и японский языки. И вот, когда был, участвовал по программе обмена студентами на четвертом курсе, вот я поехал на год в Японию, а там есть и до сих пор живет ученый-лингвист, она занимается изучением нашего алютерского языка. Вот мы с ней встретились там в Японии, в городе Саппоро. Вот она мне в лоб первое, первое, что спросила, как тебя зовут на родном языке, потому что у нас помимо русских имен, которые, ну, в паспорте отмечаются, да, у нас есть до сих пор свои родные имена. И вы знаете, вот к стыду своему я тогда не мог вспомнить сразу. Ну, вот, и только лишь на третий день где-то я уж точно вспомнил, как ко мне обращались, как меня звали, когда я, опять же, в гости ходил к нашим дальним родственникам. Вот, я быстренько потом письмо ей написал, что меня вот так вот зовут. И она мне потом, пока я был... А как, кстати, зовут? Юрия Камак. Юрия Камак — это прилагательное, такой шаловливый, балованный, непослушный, а Камак — это жук. Но иногда мы оправдываем свои имена. Меня назвали в честь моего дедушки, у моей мамы дядя был, вот его так звали. и кто вокруг него ходил все время, то хватался за животы, у них животы болели от смеха, потому что он всех смешил. У меня иногда тоже бывает, иногда, если настроение появляется, то я могу так пошутить, коллеги не дадут соврать. Ну вот, и она мне подарила тогда книгу «Очерк грамматики алютерского языка», где вот в приложении мы являлись как раз-таки слова, словарь, в общем, нашего языка. Я думаю, ну надо же, какие все знакомые слова, я их-то знаю, на самом-то деле, помню. И вот именно осознанно и языком стал заниматься уже в аспирантуре по окончанию университета своим родным алютерским языком, и вот, будучи в экспедициях, тоже записывал носителей языка. И вы знаете, вот именно тогда как-то старшее поколение оно именно пошло на контакт и стало именно много чего интересного рассказывать, то есть делиться своими знаниями, опытом. И вот именно сейчас я чувствую вот эту большую ответственность, такое доверие, оказанное, допустим, тому же самому мне, к примеру, что вот этот груз, он сейчас на моих плечах и мне нужно что-то делать именно, чтобы сохранить наши языки, чтобы они никуда дальше не исчезли, не ушли, а хоть что-то, чтобы я смог тоже сделать. И вот еще такую ответственность я почувствовала, когда мне доверили, например, праздник провести, наш праздник Хололо, это праздник Нерпы, потому что, когда присутствуешь на обычном празднике, ну это все видно вокруг, что происходит, но никогда не вдаешься в глубинный смысл этого праздника, обряды, особенно ритуальную часть, вот это там действительно столько всего, много интересного узнаешь, и вот благодаря бабушкам, которые тогда присутствовали, они мне подсказывали, что правильно и с чем это связано, как нужно тот же самый правильный обряд провести, вот это большая ответственность на самом деле, и вот действительно сейчас мы стараемся все равно своими силами поддерживать через разные мероприятия, на праздниках мы и мастер-классы по языкам проводим, после экспедиции мы расшифровываем записи, публикуем сборники, стараемся задействовать молодежь, которая у нас тоже в крае подрастает, чтобы они принимали участие, например, в конкурсах, проводимыми правительствам нашего края, например, лучшая творческая работа на языках коренных малочисленных народов, ну и много-много другое, вот мы тоже стараемся все это проводить, поддерживать, вот так вот я начал заниматься языками, ну а в спектакль я попал очень неожиданно, и вот до самого последнего момента, если честно, когда вот мне позвонили и Маргарита Анатольевна Килик, это наша знакомая с Камчатки, которая все-таки именно порекомендовала меня, она знает Семена, общая наша знакомая, вот, и когда Семен мне сказал, что вот давай попробуем принять участие, до последнего не знал, что это за такое, что будет итогом этого, этой театральной лаборатории, и как-то с таким недоверием относился, ну, наверное, ничего и не получится, ладно, вот, какое-то время прошло, и мне опять звонят, ну что, ты готов? а я уже забыл про этот момент, ну, ну мы-то всегда готовы, ну и вот так мы оказались впервые в Москве, ну и вот до сих пор мы очень сдружились, и очень даже здорово, и большое спасибо, что в такую семью меня тоже приняли, очень радостно. Спасибо большое. Коллеги, у кого есть вопросы, время их задавать, не смущайтесь, я понимаю, что были очень развернутые, конечно, ответы на те, как бы, наиболее общие вопросы, которые я старался сформулировать, но вот, кстати, вы тут про одежду уже упоминали, национальную, народную одежду, правильную, настоящую, ненастоящую, вот я вижу, вот в зале представлены в том числе, да, элементы этой самой одежды, вот как, вот, кто может прокомментировать, что это, вот, я могу начать, да, вот если можно, чтобы мы просто понимали, что перед нами, справа от вас кухлянка, это кухлянку привез Анатолий, и она относится именно, видимо, к народам Камчатки, вот я не знаю, а лютерская она или нет, я уже не помню, об этом, Корякская, да, об этом Анатолий подробно рассказывает в спектакле, если попадется эта тема, а с правой стороны кухлянка и венская, это привез Семен, вот, ну и, соответственно, шапки, перчатки, торбоза, торбоза, это вот такие вот у них обувные, да, сапоги, я не знаю, что еще, спасибо, а вот это вот настоящие зубы, да, кого-то там, рыбы, или что, вот у вас, да, вот на голове, сделал наш знаменитый земляк Юрий Владимирович Ханькан, который, кстати, тоже выступает в спектакле «На краю света», на краю света вот он играет «Мудрого Эвена», и он, знаменитый кастарез, объездил, наверное, весь мир, практически, то есть, всегда он бывает, если кто... Его изделия продаются на аукционах различных, международных, вот это он подарил Семену и сделал ему из костей оленя. Рог, лосян в данный момент. А, лось. Он меняет, из каких-то, в общем, животных. Да, и рог, и кости. И здесь вот получается, немножко к Юрию Владимировичу хочу обратиться. Самое главное, вот в чем у него заключает ценность его работы, он может быть просто как бы так вот не отшлифована сильно, вот как... Но по его работе вот можно как бы прочитать рассказ целый, тот или иной, какую-то легенду, которую он сам, еще рассказы, которые он сам придумывает. Что касается одежды, одежды, обратили, то, что эвенская одежда, она какая? Распашная. эвены, это единственный народ, который, из малочисленных народов, который ездит, передвигается на олени верхом, соответственно, чтобы удобно, вот даже одежда вот так на это указывать. Эвены сами кочевой народ, и сейчас проживают на территории Якутии, на Чукотке, на Камчатке и также в Хабаровском крае. И это говорит о том, что, посмотрите, какая, допустим, одежда, это говорит о том, что эвены пришли с юга, с юга, вот как бы, вот получать, и распространились то направо на Камчатку, на север на Чукотку и налево в Якутию. Понятно, да, и не путайте, есть эвенки, есть эвены. Это как бы два близких народа, эвенков намного больше, чем эвенов. Разделились они, ну, как, допустим, наверное, как славяне, как белорусы, вот все время и русские примеры такое привожу. Вот. Спасибо. Есть вопрос, Есть вопрос. Спасибо вам огромное. У меня два вопроса. Первый. Сегодня носители культуры знают семантику костюма, символику элементов, орнаментальная система костюма. И второй вопрос. У вас большой опыт уже преподавания языка, родного языка. Есть ли у вас авторский учебник? Семерный вопрос. с теми? С теми? С теми? угу. И можете по костюме просто... Тогда я начну, да? Вообще, вот, те, кто присутствовал на спектакле вчера, конечно, были, попадались такие карточки с темой одежды. Да, там я там как раз таки рассказывал, что у нас есть свои значения, которые здесь у нас представлены на одежде. Ну, очень вкратце просто расскажу тогда, да? Вот эти вот бисерные розетки, они как раз таки несколько функций выполняют. Во-первых, украшения. Во-вторых, принадлежность какой-то семье, роду. Раньше, когда паспортов не было, вот они эту функцию выполняли. Потому что в каждой семье, у каждого рода были свои орнаменты, рисунки, имеется в виду. Вот. Ну, и третье, это обереги. Потому что вот у нас, например, они переводятся как луны и элоговровые. Потому что вот эта вот опушка идет по окантовке. Она символизирует те лучи, которые испускают это небесное светило. А подвеска из бисера, которая снизу свисает, символизирует тот след, который оставляет это небесное светило на небе, вот как хвост от кометы. Вот. Ну, а почему еще оберегами являются? Потому что те невидимые злые духи, которые хотят навредить, они подходят к нам, хотят прицепиться к нам где-нибудь. А они обращают внимание и смотрят, разглядывают, какая здесь красота. Вот. И когда рассматривают и забывают, зачем они подходят к человеку. Вот. Ну, а так вот эта бахрома, она тоже является отпугивающим от злых духов. Здесь они запутываются, ну, не могут прицепиться. У входа в ярангу обязательно хотя бы символически две бахромы должны тоже пришить, чтобы она вход охраняла. и, например, вот, допустим, если говорить про мех, который здесь представлен по долу, например, это мех выдры, мех росомахи. Это одно из отверстий на одежде, у нас оно глухого типа. Вот, здесь у нас на рукавах чаще всего бывает мех собаки. Вот, а по горловине, то здесь у нас идет мех оленя. Ну, символизирует три таких как бы мира, мир диких животных. Правая рука всегда это собака, потому что она всегда нам помогает в тундре отгонять или отпугивать хищников, или, наоборот, помогать согнать стадо оленей в табун, если какая-то часть отколется. Ну, а олень всему голова. Вот, ну, и таким образом, когда мы танцуем, исполняем танцы, то будет, кажется, что вместе с нами танцует вся вселенная. На самом деле, вот, как бы, я плотно-то не изучал одежду, но у меня такая вот хитрость есть, на самом деле, когда, если раньше какие-то исследователи, этнографы, они просто-напросто записывали, записывали те или иные материалы, которые потом, будучи в работу, они записывали свои записные книжки и потом составляли вот те или иные работы. Здесь же я сейчас как бы этим тоже занимаюсь, но снимая на видео, там, допустим, к какому-нибудь знатоку, старейшину подойду, и вот, как бы, он начинает указывать. Допустим, вот это вот, это означает река. Вот, допустим, какая-то большая река, например, может быть, Гижга, может быть, Амалон и так далее. Вот здесь вот это вот ричики, допустим, какие-то кругляшки, вот обозначают, допустим, стадо, сколько стадо, там, допустим, сколько оленей, либо богатый, небогатый. У нас каждый род имел свои обозначения, свой рисунок, который передавался из поколения в поколение. Сейчас, к сожалению, это немножко стало забываться, потому что молодежь, она как бы пошла как бы в свое время, целый пласт поколения немножко вышел из вот этой системы. вот так. А пока есть время, пока есть возможность, через поколение я у пожилых людей просто-напросто снимаю. Снимаю, и то, чтобы не записывать, и потом спокойно наслаждаться буду и так далее. И дальше, чтобы передать опыт, даже меня не будут, а вот эти видео, что сохранятся. Вот поэтому я с видео так занимаюсь. Вот так вот. кроме этого, видите, бисером все расшито, бисером те или иные узоры. Вот американцы, американцы какие-то допустим, туристы и так далее, и просто вот американцы, они очень охотятся за старыми венскими костюмами. А старые венские костюмы, они расшиты из еще американского бисера. Не того тяжкого, который сейчас можно купить и потом расшить, а то американский бисер. То есть, это товарооборот, может быть, какие-то купцы американские, допустим, или как торговцы, они обменивали, допустим, бисер на очень неравнозначный обмен, допустим, пушнина и еще что-то, допустим, то, что допустим, мягким золотом. они в те времена, они говорят, в долларах возьмем такую машину не закупить на эти деньги, а то, что на тех или иных костюмах американских именно из-за бисера. То есть, бисер, он очень сильно ценится. Не знаю, почему, это историческое, во-первых, а во-вторых, это вот. Американцы какие-то? в начале бисер обменивали на все дорогое, что есть у народов, а теперь вернулись за своим бисером. Про учебники, Семенович. Про учебники. я как бы часто пишу различные заметки по языкам, и моих личных разработок нету, моих личных разработок, ну, какие-то сборники, сборники, допустим, как-то вот вышло, так же, кроме этого, занимаюсь поэзией и прозой. Поэзией, то есть, как-то вдохновение пришло, и вот начинаю писать, допустим, пишу, пишу, рассказы. У меня проза лучше получается, чем поэзия. У вас нет учебного? Ну, да, конечно, есть, потому что это большой педагогический опыт, чтобы вот распространить. У меня, кстати, не называют, допустим, учителем родного языка, потому что я учитель математики, на самом деле, а когда вот какие-то вот проходят какие-то конференции, педагог года, допустим, должен был в Москве быть, но у меня не взяли, потому что вы не являетесь учителем родного языка, хотя я этим занимаюсь. То есть все, вот как бы нужна бумага, нужен документ для того, чтобы вот как-то что-то закончить. Ну, на это не обращаем внимания, потому что мы идем другим путем, как бы, как вот Лобачевский, я тоже математик, его предназначен, допустим, позже, чем после смерти, вот так. Но мы живем и радуемся жизни. И самое главное, вот вопрос вы не задали, понравился ли город, не понравился, я его... Я его обязательно задам, я еще один вопрос к вам имею. Не видел, но я переезжаю немножко к событию. Самое главное, это ваши глаза, ваше настроение, то, что люди все вот хорошие, чувствуются и приветливые, и также и национальное культурное наследие Татарстана, по крайней мере, вот здесь, то, что вы увидели, везде прослеживается. И это надо ценить. на самом деле, потому что я как-то рассказывал вчера про девушку, татарочку, которая... Да, да, вот ты говоришь, у вас был роман с татарским языком отдельной, да. И все, вот получается, я ей сказал, финн матворк вот так, а она говорит, я тебя не понимаю. Представляете, да? И все. А я как бы, вот это, это тоже какие-то отпечатки, вот этих, те, которые вот сложили, вот мое мировоззрение, вот тоже, картину, и в то дело, в которое, которое я занимаюсь. Спасибо. Так, вот микрофон, если можно сюда по первому же ряду передайте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое за эту встречу, и мне бы хотелось у вас узнать, как мотивировать, как вы считаете, как можно мотивировать молодых людей изучать и знать культуру, историю своего народа, и какими способами вы считаете, можно было бы популяризировать, например, культуру малых народов, не дать ей таким способом погибнуть, дать ей возможно ли привнести что-то вот из культур малых народов в массы, как-то заинтересовать людей? Кому вопрос? Ко всем? Да, скорее всего, ко всем. Сама встреча это уже популяризация, создание спектаклей. Театры, конечно, не обладают такой аудиторией, как интернет, например, вот, но когда Семен выходит на сцену и начинает работать, у меня идут слезы. и это миссия, я татарского языка не знаю, мои дети татары татарского языка не знают, а он знает. и его дети знают. Вот, отвечайте. На самом деле, вот как я говорил, это личным примером, личным примером, только личным примером, потому что как-то так посчастливилось мне в прошлом году стоять, ну как бы мы выступали на фестивале «Золотой Витязь» и выиграли сам непосредственно главный приз «Золотой Витязь». И так мне посчастливилось то, что попасть я, Родион Тимурович и директор на получение, на церемонии награждения получать «Золотой Витязь». И я вот, когда стоял, там еще играл марш прощания славянки, так действительно, вот так, и вот мы стояли, и когда во время получения, во время получения, я вот подумал на самом деле, то есть потом, потому что когда все ивены узнали вот с тех территорий, которые я выше сказал, они сказали, как вы, какой молодец, мы так радуемся и так далее. То есть я просто своим, то, что стоял там и что каждый из вас, ну, допустим, ивены, каждый из вас может так же пойти вот таким путем. То есть я вот как бы даже три года, четыре года назад я даже не знал, что с вами буду разговаривать. жил своей жизнью, там, допустим, преподавал родной язык, а здесь вот как бы и стою, допустим, в храме Христа Спасителя, получая вот этот вот приз. Вот так. То есть каждый из вас может вот это вот, если захотите, если хотите быть счастливыми, то станьте ими, правильно? будьте ими, вы будете счастливыми и все у вас получится. Или, например, вот тоже можно приглашать на разные праздники, к примеру, своих знакомых, друзей, чтобы они вот действительно вовлекались, смотрели, что здесь происходит, потому что именно в таких вот моментах, мероприятиях разных, какие-то, ну разные, не только праздники, вообще какие-то события, если происходят, то приглашать, потому что, например, приоткрывается такая завеса той, ну вот именно самой непосредственной культуры, и вы понимаете, какая она интересная, то есть у них вот есть свое видение мира. Ну, просто очень маленький такой пример расскажу, что вот у нас есть свои же родные имена, к примеру, да, и, ну у нас не было вот как фамилии, имени и отчества, да, как вот сейчас, а просто одно имя. Ну и, соответственно, возможно, бывало, что в других селах и одинаковые имена тоже могут быть. Ну вот, ну а когда на ярмарках, праздниках раньше встречались и узнавали, не родственники ли они там между собой где-то, или в честь кого их называли одинаковым именем, то потом уже, зная, что этого человека точно так же зовут, говорят, ну и копынь, ну то есть здоровается уже между собой, и говорят, здравствуй, половинка, ну то есть, половинка моего же имени. То есть, вот такое интересное вот видение мира только глазами вот именно нашей культуры, к примеру, или другой культуры. Здесь это всегда интересно становится, а потом невольно раз и вовлекаешься уже там. Можно добавить? Спасибо, да, конечно, конечно. И вот, когда вот мы играли первый раз, это был год родного языка и год театра в России, вот прям запало два года в один год. и когда мы играли на сцене на Круе Света, там, где звучала эвенская речь, также и православие, и каждый из зрителей, каждый из зрителей, допустим, там они немножко такой, ну как бы щелчок, что ли, получил себе в голове то, что начали задуматься. и кроме этого, ну и русские люди, там, допустим, и с православием, допустим, связано, и кроме этого, вот реакция эвенов самих, и вот их заставила задуматься, а языка там мы-то не знаем, культуры своей, не знаем, вот получается, как бы, именно вот эти вот все мероприятия, вот даже голос, ну, которые, как я говорю, средства достижения вот этих целей, ну, популяризации языка. И здесь, я думаю, вы сами, каждый из, представляете свой народ, каждый свой народ, и вы должны тоже, ну, думать о том, чтобы, как сохранить свой язык, свою культуру, культурное наследие для будущего поколения. Вот так. Спасибо. Коллеги, еще несколько вопросов, да, потому что время у нас уходит, но все-таки, Светлана, и к вам тоже этот вопрос, потому что это касается в равной степени русского языка, который тоже сегодня требует своей поддержки, вот с точки зрения его распространения и продвижения. И, ну, и вам еще и сложнее, я бы даже его сформулировал, как русскоязычного, уже все, что называется, намертво русскоязычного гражданина заинтересовать звучанием другого языка, другой культуры. вот сделаю посложнее вам такую задачу. Здесь, мне кажется, индивидуально, мне больше повезло, так как я рождена в Башкортостане, мы росли все вместе, все народности, русские, башкиры и татары основное, да, и поэтому для меня с детства уже так получилось, что не происходит разделение, как и праздники наши, мы встречаем вместе, я, конечно, через весь, да, Роза Байрам и в то же время Пасха я даже попала. Сейчас вот Хэллоуин здесь ждут. Хэллоуин. И я к этому очень, за счет того, что росла, вот, с разными культурами взаимодействия, очень свободно отношусь. Вот к вопросу популяризации я, может быть, что-то добавлю. Это как раз к тому, что может быть особой популяризации и не нужно в плане чего, потому что, когда нам говорят, это хорошо, давайте, тарататэ, у нас возникает обратная реакция волей-неволей, когда нам что-то пытаются силой, да, внедрить в нас. Но если даже вот такие мелочи, о чем, собственно, режиссер говорит, даже вот вы, задавший вопрос, сегодня выйдете из аудитории и просто у вас возникнет вот эта мысль, а кто я, что я для своей культуры, потому что вот только после спектакля у меня действительно возникло, а, я русская, а мой ребенок растет, как ему передать, как его научить, это одно, научить своей культуре, но есть еще другой вопрос, как его научить уважать и другие культуры, да, потому что все-таки это очень важно, сосуществование, как я считаю, звучание языка, ну, здесь вот я не смогу, к сожалению, точно как-то, да, ответить, но, возможно, кому-то это окажется близким, потому что у Семена есть много людей, которые заинтересованы в этом языке, не только из России, как он уже сказал, из других стран. Спасибо. Так у вас вопрос, да? Уважаемые коллеги, мы проводим этот спектакль в год наследия коренных народов, сохранения культуры коренных народов нашей страны. За последние, наверное, пять тысяч человеческой цивилизации было множество случаев, когда народы, не обладавшие письменностью, уходили с исторической арены, ну, либо в результате войн, конфликтов различных, и от них не осталось ничего, кроме имен и каких-то вот памятников отдельных, да, археологических, в археологических раскопках находимых. Когда появился, появилась письменность у северных народов, чья это заслуга, и какие первые книги появились вот на ивенском, на акарякском, якутском, чикотском языках, и когда появились первые авторы, из числа малочисленных коренных народов, потому что без письменности, да, невозможно сохранять и обряды, и обычаи, и всю историю того или иного народа. Спасибо. Можно я начну коротко, просто чтобы долго и не отвечать. Дело в том, что действительно у народов Крайнего Севера, я просто, чтобы быстрее, не было ни азбуки, это мы на спектакле, кстати, озвучиваем, да, они, носители были только речевые, и с приходом уже советской власти, 1917 год, начали, да, заниматься языком и создали. Сначала создали на латинице, что близко к английскому языку, и, кстати, вот ребята говорят, что латиница, она была более близка по фонетике, по произношению. То уже в 37 году, это совсем недавно, да, 1937 год, была создана азбука и эвенская, и корякская, записанная на кириллице. Вот, собственно, тогда и возникла письменность, только тогда. А вот про книги и про литературу, я думаю, что, может быть, ребята добавят. Ну, да, действительно, вот именно с того периода как раз-таки и появляются и первые, и не то чтобы, ну, и писатели тоже у нас, например, на Камчатке есть, это и Георгий Поротов, относящийся к итальменам, и Владимир Каян, так к корякскому народу, вот именно когда уже письменность появилась, потому что, действительно, а так сказителя у нас очень много, устные носители, да. Песень, стихотворения различного фольклорного материала. Вот, к примеру, ну, то есть уже после этого периода стали появляться такие. И у каждой народности есть свои, как у вас, да, мы прилетели в аэропорт, первое, что мы спросили, именем кого? Да, Тукая. Например, в Башкирии имени Мустая Карима, поэты. Также и здесь, к сожалению, немного, немного авторов, которые тоже являются национальными поэтами или писателями, но они ценятся в нашей библиотеке, у нас богатая, богатейшая, да, замечательная библиотека, они все представлены, и люди, живущие, здесь, конечно, нет, а там у нас на Дальнем Востоке, даже вот в Магадане, они имеют возможность это изучить, и коренные народы, они умеют читать, у нас образование, конечно, уже тоже давно, да, мы рассказываем об этом спектакле. Конечно же, это все охраняется, это все несется и в школьную программу, да, переносится в школьную программу, поэтому, да, у этого даже происходит определенного рода развитие, потому что сейчас на это обратили внимание, и это сохраняется. Спасибо. Вот, кстати, вот, пусть не обвинят меня в идеологизации, но вот у вас прозвучало, советская власть привнесла письменность, все-таки не бусы, да, привнесла власть, да, а письменность и дала толчок к развитию, образованию, иному, да, витку развития национальной культуры. Другое дело, что глобализация сегодня опять свои вызовы бросает всем народам, и малым в первую очередь, но это уже другой этап развития. Спасибо вам за это существенное уточнение, за хороший вопрос. Есть ли еще вопросы? Можно я добавлю уточнение еще? Вообще, на самом деле, тот спектакль, о котором упоминали и Родион Тимурович, и коллеги, мои артисты этого спектакля «На краю света», в нем повествуется история епископа, который в XIX веке путешествовал по Сибири, и это рассказ Лескова, он написан по реальным фактам, действительно, которые имели место в середине XIX века. Так вот, святитель Иннокентий Московский, который проповедовал в наших местах и также на Аляске, он и был одним из первых, ну, можно сказать, первым человеком, который выучил эти языки, и венский, в частности, и другие севернородные, ну, северные языки, в том числе языки вот аляскинских жителей, с кемосов. И первые книги, которые появились на ивенском языке, это была Библия и другие вот богослужебные книги, которые перевел святитель Иннокентий Московский. Так что это началось еще до даже советской власти. Просто в советское время это улучшилось, увеличилась работа по созданию письменности. Спасибо, да, за уточнение серьезное. Так, давайте завершающий вопрос, да, вот второй, а, ну, давайте два, раз, две руки, да, вот у вас и у вас. Да, давайте. Я бы хотела спросить, какой религии или каким верованиям принадлежат народы Крайнего Севера? Вот непосредственно у ивена это христианство и язычество. Вот мой отец, допустим, на Новый год, когда он родился 31 декабря, и на Новый год, допустим, он выходил на улицу и крестился, раз, покрестится, помолится, и тут же, заходя в дом, он, как бы, у нас такой вот божечок маленький, и он начинает кормить его, допустим, каким-нибудь, ну, мясом, может быть, и так далее. То есть, когда мы приезжаем на то или иное место, мы обязательно кормим, благодарим реку, землю, огонь, то есть, и в то же самое время можем носить крестик. Ну, самое главное, что я, вот по моим ощущениям, это, самая главная вера должна быть как бы в голове, в душе, чем больше крест, допустим, он как бы, это не означает, что, или красивый, или дороже, это не означает, что он, как бы, сильно верует, и так далее. То есть, скажет, ну, когда я вот был маленький, вот, я бы сказал бы вам, как, некорректный вопрос, вот так, зачем мне такие вопросы задают, допустим. А сейчас я вот понимаю, как бы, ну, и вполне отвечая на ваши вопросы, что у ивенов, у ивенов, вот, как бы, две религии, и христианство, православие и язычество и уживается вместе. Кроме этого, находятся вот чавиатцы, они там, как бы, такой, как календарь, и можно, вот, в любой день спросить какой-нибудь бабушке, а какое сегодня число? Вот она раз, вытащит, и скажет он, допустим, 5 октября, 25 октября, а когда-то такой случай произошел, допустим, медведь пришел на ту стоянку, какая это была? Она скажет, это было, допустим, 7 июля. То есть, видите, даже нету, как бы, написанного календаря, они вот, как бы, определяли по этим чавиатцам. Какие-то вот рождения они помечали, допустим. Знаки какие-то? Ну вот. То есть, не числа получаются? там получаются дырочки, дырочки, то есть, дырочки, вот, как бы, 12 рядов, то есть, как бы, 12 месяцев, и вот, переставляли, вот там, допустим, каждый раз. Вот так. Спасибо. Кстати, про числа я услышал, вы родились 31 января, а сейчас сказали, что ваш отец 31 декабря. Да. То есть, у вас так 31 знаковое число такое, да? Каждый месяц 31 декабря, 31 января, каждый год. Хорошо, спасибо. Кто смотрит советское кино, тот понимает шутку юмора. Так, Анатолий. Да, у нас так же, и у нас изначально так же, язычество распространено, оно до сих пор бытует, ну, и несмотря на то, что уже и в советское время и православие к нам тоже пришло, ну, и несмотря на то, что я тоже крещённый, на мне крестики есть, но я всё равно не забываю о наших, ну, наши священные места, к примеру, обязательно через огонь мы их, к ним обращаемся. Вот, я даже помню, один раз случай нам рассказывала, женщина, когда она маленькая была, у каждой семьи есть свои охранители, семейные, помощники, и когда что-то нужно или что-то происходит, то обязательно мы их кормим, ну, символически это имеется в виду что-нибудь, ну, это вот чаще всего какая-то фигурка, такая антропоморфная, ну, вот, с условными глазами, глазками и ротиком, ну, и, соответственно, мы их кормим, просто мажем чем-нибудь, ну, в частности, костным мозгом у оленя, это самое вкусное, вот, ну, и тогда она рассказывала, что вот, она маленькая была, и она играла с этим охранителем, как с куклой, вот, ну, мама ей сказала, надо их обязательно покормить, она прям помазала ротик этим костным мозгом, а потом раз бегает, играется, говорит, мама, она не стала кушать, не захотела, ну, я взяла и съела, вместо нее облизала, ну, а мама, конечно, она потом попросила попрощения у этого охранителя, говорит, не обижайся, пожалуйста, это она еще маленькая, она не понимает, ну, то есть, к ним тоже такое отношение всегда есть, вот, спасибо, ну, что, в этом контексте, мы, вот, вообще, очень похожи, да, Светлана, скажите, да, потому что, тоже есть, вот, православие, да, наверное, у вас, да, и все равно, домовиона какой-то свой живет, где-то в углу, да, которую подкармливают, да, блинчики вовсю, да, на масленицу, да, конечно, где бы ты ни родился, ну, очень похожи, да, в своем мироощущении, и в своем восприятии этого мира, что потом перекладываешь, в том числе и в религиозное верование. Вопрос. Да, добрый день, у меня даже не вопрос, я просто вот как представитель аудитории, немножко обратной связи хотел бы дать, ну, во-первых, мне кажется, что у нас получилась такая вторая часть, начатого вчера спектакля, такая непременно, еще более энергетически сильная, чем даже вчера, но вот так получилось, что вчера наша группа белая, она сначала попала вот к Анатолию, потом через Светлану, мы прошли непосредственно к Семену, я хочу сказать, что непосредственно вот так все выстроилось, вчера, да, вот по нарастающей, и именно вот такой необычный формат, который был предложен, да, ну, спектакль в музее, это уже что-то интересное, это уже что-то необычное, и даже вчера, по сути, не спектакль, а вот эта вот просветительская, популяризаторская беседа, да, в стори-теллинге, и вот с точки зрения, наверное, этнографической лаборатории, которую мы и вчера увидели, и сегодня, вот, да, продолжается, очень-очень-очень необычно получилось, и вот действительно, Семен все очень хорошо сказал, что это действительно спектакль не просто о том, что вот задуматься, да, как живут там народы, допустим, Крайнего Севера, действительно спектакль о том, постановка о том, вот это вот внутренний конфликт, мы же привыкли, что режиссерская работа, это конфликт наш видимый, там по сценографии и так далее, да, где режиссер драматизирует, ставит, а тут никакого конфликта, по сути, нет, здесь есть конфликт человека, может быть, самим собой, и внутри, а проблема действительно в том, что мы забываем о том, что у нас действительно очень много народа, который вот-вот-вот культуры уходит, и вот действительно необычная постановка, необычная энергетика, ну и у меня нет вопроса, на самом деле, я просто хочу сказать, что каждый, вот вчерашний спектакль, сегодняшний, да, его продолжение, мне кажется, что все-таки нельзя разъединять, единое целое, а говорить действительно о том, что каждый человек – это открытая книга, и очень вот так хорошо, энергетически, целостно получилось, что вчера, что сегодня, как будто вот этих суток просто не было. Спасибо, ребят, очень интересно, очень безумная энергетика, опоздаю в 100 мест, ну как от вас сбежишь? Спасибо. На этой оценке зрительской, консолидированной, насколько я понимаю, можно было бы и завершить, и мы сейчас так и сделаем, но все-таки будет правильнее еще вот, что с одной стороны, режиссер постановщики, я думаю, слышит, что и участники спектакля, актеры, что вы приросли в свои постановки, в своем стори-теллинге, еще и этой аудитории тоже, потому что очень хорошо было сказано, что мы чувствуем себя, как на второй части этого спектакля, на органичном продолжении. И про продолжение, вот тоже вопрос к режиссеру, вы намерены как-то продолжать сотрудничество с Магаданским театром, в том числе, вот опираясь на те материалы, ту фактуру, как модно сейчас говорить, которая вот присутствует именно там, именно на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, или у вас какие-то другие сейчас планы творческие? Это традиционный тоже вопрос о творческих планах вообще, но очень все-таки нацеленный на Магадан, что называется. Я являюсь главным режиссером Казанского театра, и мое ведущее сейчас направление это все-таки создание репертуара, его какое-то перерабатывание, регенерация, работа с коллективом, и работа с аудиторией. Мы, конечно, работаем в Казани, я очень плотно, но летом следующего года мы приедем, я художник, художник по свету, мы приедем в Магадан, прилетим, вот Семен соберет свою диаспору, вот я не знаю насчет Анатолия, мы еще не разговаривали, вот, и мы поедем на остров, на лодках, вот, и будем там жить где-то примерно несколько дней, и мы будем создавать фотоспектакль, вот, есть такая форма фотоспектакля. Когда-то был такой писатель Джек Лондон, вы могли его знать по там Белому клыку, например, и так далее, у него есть рассказ, называется он «Нам Бог лжец». живет такое племя, они верят в солнце, в тот берег, где они живут, и в ту реку, или в то море, от которого они питаются. И регулярно какие-то рыбаки уезжают за рыбой и возвращаются, но кто-то не возвращается. Это племя живет только само, никого оно больше не знает, и мироздание у них создано только вокруг них. И вдруг возвращается вроде бы от верхних людей, так у Ивенов ушел к верхним людям, вот, на лодке «Нам Бог». И «Нам Бог» начинает рассказывать этому племени. Вы знаете, я был в другом месте, в другом мире, и там была большая лодка. Если мы все наши лодки соберем одной линией, эта лодка будет больше в несколько раз. И еще там люди друг на другом живут. А еще и он начинает рассказывать про какой-то другой мир. Очень интересный, подробно Джеком Лондоном описанный. Это племя слушает его, и утром говорит, «Ты лжец, «Нам Бог», «Иди к своим туда». Мы хотим жить, веря только в тот берег и в то солнце, которое мы видим. Мы будем делать фотоспектакль и снимать его. Я уже, ну, как бы это уже не является тайной. Такая давняя задумка. На сцене не будет никого. Зрители будут смотреть просто на фотографии, которые снимал нам Бог, и которые попали нам якобы, ну, такой немножко рзац, на пленку, и зрители это будут на экране. А потом в фойе у них будет выставка, как снимался, собственно, этот фотоспектакль. Вот это я приоткрыл идею, которая родилась в Магадане с художником, когда мы работали над другими спектаклями. Спасибо. Совершенно невероятная, неординарная задумка. Дай Бог, дай наши все боги, да, чтобы это свершилось. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за то, что вы делаете, и то, что планируете делать, и процветание всем вашим народам, всем нашим народам. И, надеюсь, до следующих встреч, в том числе, и с тем спектаклем, который вы сегодня анонсировали. Анатолий, не забудьте пригласить. Вот. Удачи всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.